Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Финам ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, и, как всегда в это время, будем говорить о рынке. О рынках, даже так, во множественном числе. Хотя, локально все-таки сегодня праздничная тема. Я хотел бы подчеркнуть, в ближайшее время, буквально через пару недель, мы с вами все вместе, радостно, я надеюсь, фейерверками, будем отмечать знаменательные события, 100 лет существования Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. И даже если кто-то из скептически настроенных сейчас слушателей ухмыльнулся в ответ на мои слова, подумав, а при чем здесь мы-то с вами? Что такое фейерверс США? Какое отношение имеет к моей текущей действительности, к моей российской действительности? Вот здесь бы я все-таки подчеркнул. Не торопитесь, не спешите. Боюсь, что все мы в какой-то степени зависим от того, что там происходит. Ну и, естественно, праздновать, наверное, и не будем, но отголоски какие-то услышим. Ну что ж, вот такова тема сегодняшнего эфира. Значит, что давайте сделаем. Прежде всего я представлю гостей. Сегодня в студии Олег Тяжельников, директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка. Олег, добрый день. Добрый день, Олег. Добрый день, уважаемые коллеги. И запаздывает немного, но я надеюсь, слышит, наверное, сейчас, поскольку стоит в пробке. И через некоторое время увижу. А, вот уже вижу, не в пробке. И к нам присоединяется наш коллега Владимир Брагин, директор по анализу. Здравствуйте, Владимир. По анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией Альфа Капитал. Добрый день. Добрый день. Рад тебя видеть. Аналогично. Итак, друзья мои, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон прямого эфира. Телефон студии 6510996. Код Москвы 495. Сайт компании finam.fm. Звоните, пишите. Делитесь собственными мыслями. Ну, или, как минимум, прокомментируйте, да, вот эту фразу мною ненароком, на самом деле специально брошенную, что как бы далеко не была эта самая система федеральная, резервная от нас с вами, в какой-то степени мы от нее зависимы. Володь, ты согласен с этим тезисом? Абсолютно. Абсолютно. Замечательно. Ну, да ладно. Значит, давайте все же, несмотря на четверг, я не буду отходить от традиций. Я быстренько, быстренько нарисую картину маслом, а потом будем говорить уже о заявленном, на заявленную тему. Что происходит на финансовый вырыв к этому моменту? Американцы вчера слегка понизились, понизились. Потерял Доу Джонс одну десятую, СНП одну десятую, Насдок на символичные две сотых процента вырос. Никей сегодня вновь, да, откорректировался вниз тысяч, простите, полтора процента потерял, да, Йенка снова укрепилась несколько. Шанхай-композиция скромна, минус две десятых процента. Европа сегодня, ну, в символическом минусе, а наш рынок отскакивает. Вот, наконец-то, видимо, в честь праздника все-таки надвигающегося. РТС прибавляет девять десятых, ММВБ полпроцента. Рубль укрепляется, если вы смотрели на это, и идет 33 фигуре сверху вниз. Сверху вниз. Вертикально, да, одна палочка вертикальна, другая сверху вниз. Вот рубль сейчас идет сверху вниз как раз. Далее смотрим. Сырье и Форекс. Бренд высоко сидит. 111.60 за бочку. Лайтсвит тоже неплохо, 97.80. Золото продолжает волатильную торговлю. Сделало вчера 50 долларов за вунцию. Сегодня корректируется. Вчера было, да, 1250 после снижения, простите, 1210. Сейчас в середине где-то этот диапазон движется. Евро-доллар в районе 36 фигуры, 1.35.90. Ну и фишки наши сегодня показывают. Разноправленная торговля. Лучший рынок Норникель. Ну, отскок после вчерашнего падения. Сейчас мы видим в Металлургах прежде всего. Русгидро тоже 2% прибавляет. Полтора НЛМК. И Северсталь почти 2%. Ну ладно, это была традиция. Хотя все-таки, да, не по этому поводу мы сегодня собрались. Давайте начнем наш разговор. Итак, ближайшее празднество, столетие Федрезерва. Ну, сначала общо, да. Вот этот вопрос, который сегодня заявлен в теме. Володь, с тебя начну. Что дала федеральная система или что дала система, я не знаю, политическая, экономическая система, которая несет Федрезерв американцам и всему миру? Ну, в данном случае, конечно, я бы не стал говорить, что это именно Федрезерв, да, как резерв. По сути дела, это Центральный банк. Ну, это просто такое название, да? Да, ну, на самом деле, просто это, видимо, так исторически сложилось, потому что там, когда именно создавалась эта система, были очень сильные противостояния тому, чтобы делать некий центральный регулятор, да, который там будет из серии там кого-то регулировать, да, ущемлять власть там банков и так далее. Как некоторые сейчас это делают, да, мы смотрим? Ну, да, да. Да, то есть это реально, в общем-то, просто так исторически сложилось название. На самом деле, это просто Центральный банк США, если так по-честному назвать. Причем, прообразом, я так понимаю, для него было не столько там, скорее, европейские банки, да, в частности, немецкие, в общем-то, как бы, как некая такая система централизованная, да, и просто надо понимать, как она создавалась, да, то есть это были условия золотого стандарта, во-первых, да, то есть эта система, по сути дела, пришла на смену золотому стандарту именно системы центральных банков. То есть некая такая вот, скажем так, стабилизирующая роль, которая фактически контроль инфляции, там, денежное предложение и всего остального, да. То есть если раньше у нас был вопрос там, соответственно, некого золота, да, как некого Мирива, да, там всего и вся, то тут, в общем-то, в отсутствие золотого стандарта, в общем, без такого стабилизирующего механизма, я не говорю про ТВРС только, да, в принципе, про центральные банки других стран, то есть как некая единая система, я думаю, что это как раз вот такой стала неотъемлемой частью вообще всей экономической системы мировой. Вот, и честно говоря, если, как бы, там, не знаю, как бы в начале 20-го века было сложно представить, наверное, что такое вообще центральный банк, что все там будут по ним ходить, условно говоря, то сейчас сложно представить, как вообще без такого механизма жить вообще. Ну, то есть, по большому счету, да, вот отмена золотого стандарта, ты говоришь о 70-х годах, да, я так понимаю? Ну, я имею в виду не то, что 70-х годах, я в целом говорю, то есть там же, ну, понимать нужно, да, что это не, там, не в один день все произошло, да, то есть там было, после, там, создания в 13-м году, да, там были еще и определенные изменения, там и функции, и, там, опять же, структуры, но идея именно моя такая, что, ну, на мой взгляд, что, в общем-то, если раньше мощным стабилизатором был еще раз золотой стандарт, то сейчас у нас таким вот камнем является как раз-таки назначение центральных банков, независимых регуляторов. А доллар Соединенных Штатов Америки, это не альтернатива этому самому? Ну, если не стандарту, то золоту, да, сейчас мы молимся на него, нет? Не совсем так, да, потому что золото, все-таки, доллар, это все-таки валюта, да, которая, в общем-то, может быть, там, объем может быть увеличен, уменьшен, там, и так далее, да, там, опять же, вопрос ставок в долларов, да, опять же, там, функция ФРС, опять же, вопросом, да, как мы понимаем, объем эмиссии долларов может быть сильно увеличен, КУЕ, здравствуйте, да, то есть... Да, это мы сегодня тоже обсудим, я надеюсь. В общем-то, поэтому, с точки зрения, грубо говоря, такого вот регулирующего значения, да, даже не знаю, то есть, наверное, да, можно сказать, что это действительно такая замена произошла, но она произошла не сразу, не в один день, да, то есть, там, какой-то период был у нас времени, когда существовали они вместе, да, и там, в общем-то, ситуация Великой Депрессии, да, когда, там, собственно говоря, ФРС пыталась как-то сохранить этот золотой стандарт, в общем-то, привело к тому, что в свое время, что, в общем-то, усугубило очень сильно это все явление. Ну, это, я думаю, тоже до этого договоримся сегодня еще. Хорошо. Олег, ваш взгляд на вещи, ну, и, собственно, вот, сам факт отмены золотого стандарта, это вынужденные действия, да, или это может быть грамотная, а может, наоборот, ошибочная экономическая политика в свое время, как вы считаете? Я, конечно, думаю, что это было вынужденное действие, то есть, в 70-х годах, там, собственно, во время краха в ретангутской системы, то есть, система золотого стандарта, стало очевидно, что вот идея, там, эластичных денег, которые, когда денежный агрегат, как бы, там, привязан, ну, по сути, необходимо, как бы, изменение его динамики необходимо, там, либо для стимуляции экономического роста, либо, наоборот, для его торможения, вот, наличие, как бы, там, физического металла и денег, которые привязаны к количеству физического металла, вот, стало, там, как бы, вот, именно отсутствие эластичности стало, наверное, очевидным для регуляторов, для регулятора, вот, за океаном. Собственно говоря, вот, наверное, тогда это и произошло, ну, уже больше, там, 40 лет мы живем, ну, скоро 40 лет, как мы живем. Ну, в смысле, в этой действительности, да? Да, да, да. Скоро 40 лет, как мы живем в этой... Вроде бы уже научились. Вроде бы уже научились, да. Ну, и, кстати, все-таки, эта действительность, можно говорить, да, что она, ну, человечество с этим столкнулось впервые, отсутствие некого стандарта. Ну, наверное, да. Ну, опять же, да, здесь вопрос в том, что, как бы, по мере, видимо, усложнение, скажем так, экономической системы, да, то есть проблема как раз в том, что просто стало невозможно, да, там... То есть это нормальная эволюция, да? Ну, практически, да, потому что... Жизнь становится сложнее, соответственно... Потому что, условно говоря, в тюрьме можно хоть сигаретами, там, денежные предложения, там, ну, условно говоря, там... Ну, когда у вас, извините, там, страна, там... Странные у тебя ассоциации какие-то сегодня, но... Нет, по сути, я согласен, конечно, да, там максимально. Ну, там стандартно может то, что там наиболее востребовано. Да. Я прошу прощения, прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем наш эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющей компанией Альфа Капитал. И Олег Тяжельников, директор департамента управления ресурсами Инвестторгбанка. Мы говорим на тему столетия, приближающего столетия Федеральной землиной системы Соединенных Штатов Америки или Центрального банка, чтобы уточнить, да, и не было разночтений. Ну и порассуждаем сегодня на тему того, что примечательного, да, собственно, в мировой экономике, в экономике Соединенных Штатов Америки связано с существованием этого самого ФРС-а. Напомню, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании finam.fm. Ну что ж, вернемся еще буквально, да, два тезиса по поводу стандартов. То есть сейчас стандартов никаких нет. Ну, если не брать твой пример, который... Не, ну вопрос там, опять же, да, давай так, да, там у, грубо говоря, там, дикарей там... Твои стандарты, да. То есть вопрос, да, там, какого-то мерилла, это вопросом не конкретно золота, да, это всегда вопросом какого-то, не знаю, там, объекта, к чему можно там привязаться. Просто проблема в том, что, ну, скажем так, сейчас экономическая система такого мерилла не нужна, да, то есть деньги, они выполняют функцию, скорее, не сторож, как бы, не как ценность самой по себе, да, а как всякие механизмы, прежде всего, транзакции, да, и как бы для этого, в общем-то, делать, наделять их именно таким внутренним intrinsic value, то, что называется, смысла нет. Необходимости такой нет? Нет. Зачем? Ну, тогда с другой стороны, Олег, смотрите, денег тоже много, много всяких разных, и тем не менее, мы все всегда с вами в основном, да, говорим лишь об одной зеленой бумажке. Может быть, да, она в какой-то степени все-таки аналог этого самого стандарта какого-то? Ну, безусловно, как бы, было бы неплохо, если бумажек этих было побольше, там, в нашей стране, у наших граждан, у нас, присутствующих здесь, в этой студии, вот. Ну, надо понимать, что, в принципе, это, конечно, денежные обязательства правительства США, вот, то есть, по сути, это долговая расписка, то есть, в какой-то степени, как бы, основой, как бы, их стоимости является способность, там, США обслуживать свои обязательства, вот, которые, вот, ну, часть из которых, как бы, вот, в размере, там, по-моему, одного триллиона, если мы говорим о физических деньгах, ну, там. То, что, то, что приятно хрустит, вот, это денежные обязательства, одно, один из видов денежных обязательств, до тех пор, пока, как бы, сомнений, там, кредитоспособности, там, крупнейшей державы нет, ну, вроде бы, да, все нормально. Все нормально. То есть, в данном случае, да, вот, стандартом неким или обеспеченностью, да, неких, вот, этих зеленых бумажек является экономика Соединенных Штатов Америки. Пока мы верим в ее силу, да, пока мы верим в возможность возврата этих долгов, мы говорим сейчас об облигации. Ну, да. Не, ну, с одной стороны, да, это в первую очередь, да? Скюндекс, я вот именно, как бы, хотел подчеркнуть, как бы там, что, вот, то есть, как бы, видов долга, как бы, несколько, там, да, облигации федерального правительства, вот, как бы, долговая, там, ну, чек или, собственно, копию копируя, это тоже один из видов. Что, наверное, там, не совсем правильно бума, это долговые обязательства, облигации и... То есть, это не одно и то же? Ну, вообще, как бы, не совсем, на мой взгляд. я бы ну да просто если с моим количеством вопрос количества смягчения да то есть грубо говоря напечатаны эти деньги они должны будут конце концов как бы каждый так запечатать обратно до давых этому самому сонга феду до в обмен на пока при погашении тех облигаций но это типа но этот принцип там действительно вот как бы контр позиции как бы баланс как бы там эмиссионного центра действительно в основе все но конечно лежит долговой инструмент долг-долг ну и второй момент я думаю если говорить про ценность да но смотрите опять же в чем идет основная расчета наверное в долларах рискну рискну предположить нет давай рискнем соответственно я думаю что вот проблема как раз в том что если брать там скажем так много валютную систему предоставляет представляет такую расчетную да то в ней гораздо больше сложности чем моновалютной да но банально транзакционных изделий представьте себе что там выбор да вам надо вести там учет там куча валют до каждый день пересчитывает там курсы и все остальное они где-то строить систему риск-менеджмента на равны между собой да по ну да вот вопрос зачем да то есть я думаю что когда были разговоры о том что мюань там может там резервный резервный и так далее я думаю что не совсем это как бы так корректно да то есть скорее всего вот скажем так валюта может поменяться расчетно да может там начнина через сколько-то лет будет не доллар там а что-то еще евро там не заяни неважно да но проблема в том что валюта такая она будет одна вот как и в данной ситуации мы имеем то что сейчас такой валюта является доллар да и скажем так устойчивое состояние системы оно как раз том что валюта одна да все остальное перележь переходный период то есть в этом смысле можно говорить и о позитиве неком да потому что есть ну такая может быть обывательской точки зрения что вот американцы американская экономика всем должна по сути да она соответственно внедрила есть понятие инвестиционной позиции страны так что там еще неизвестно кто кому должен давайте разбираться да это интересно это интересно давайте разбираться если мы все-таки возвращаемся к неким долговым обязательствам соответственно встает вопрос да кто является самым самым крупным держателем эти этого американского долга ну и дальше у нас есть список да китай на первом месте японии на втором месте там и так далее там поднимаем пятерку замыкаем замыкаем федерации да 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 где там ну да и вот здесь просто вернулся бы все-таки к вопросу хорошего момента инвестиционной позиции да потому что ну когда мы говорим про там страну да не надо думать что страна из правительства да это лишь такой часть текстом понятно что американские компании да которые в общем-то работа в сша да у которых центр прибыли находится сша владеет каким-то активами за рубежом эти активы генерят прибыль которую они репетрируют сша да за счет этих денег соответственно они там осуществляют там импорт и так далее то есть если не ошибаюсь посмотреть на инвестиционную позицию сша на общем-то очень даже неплохо вот и говорить о том что там американцы всем должны скажем так должно всем американское правительство вот а частный сектор скорее там наоборот вот поэтому я бы вот честно сказать вот говорите вот такие вещи они да с обывательской точки зрения звучат конечно хорошо другой стороны в общем не совсем корректно провокационные да ну и еще один момент да опять же по поводу резервных валют почему например китай не может китайский ион не может стать резервной валютой потому что китайцы никому не должны я абсолютно согласен и резервной валюты может быть только должник только должник поэтому это такие вещи тоже действия то есть если и американцы решат править что мы никому ничего не хотим должны там возьмут и там не знаю госдолг порежет по нулям наверное как раз таки мы увидим там евро в качестве резервной валюты потому что следующий должник да в этой очереди это европа словно говоря да я так далее нет я абсолютно согласен что эмитентом резервной валюты должен быть должник то есть та страна как бы чей там торговый дефицит на этом планете покажет на самый большой там 800 миллиардов это сша сужение вот именно страна должны как бы правительство должник именно как правительство если мы касались темы там инвестиционной позиции как бы ну то есть я правильно понимаю что если американцы заинтересованы в том что доллар является резервной валюты мировой резервной валютой то они естественно и заинтересованы в том чтобы быть дал должником этим сам продолжаться оставаться должник ну просто как вещи такие с одно одно само собой разумеющиеся да потому что того что финансировал там рынок долговых облигаций всегда да там необходим какой-то объем госдолга что вращался но в общем то все дальше тут и собственно размещение госдолга да это тоже в том числе там часть там скажем так денежно-кредитной политики и операции с госдолгом тем самым форекс то есть тут ну вещи принципе как бы такие достаточно разнозначно так и тем не менее все таки давайте вернемся к заявленной теме что дала экономическая система до федеральной системы центральный банк американцы прежде всего и соответственно что дала окружающим окружающим миру окружающим экономику волос ну смотрите можно конечно идти по истории да ну что она дала в первую очередь это опять же до развития там то есть там банковской системы да то есть вопрос именно там как раз таки ставок а то есть если посмотреть на ну опять же да там какое-то скажем так ощущение финансовой стабильности да то есть по крайней мере то что федераль все видит да все слышат и там может там вмешиваться в скажем так случай перегрева экономики да там и так далее на самом деле конечно начальник американской экономики да или наоборот там помогать случить там какого-то этом спады да то есть принципе до недавнего времени это все отлично работало да там конечно были там нюансы да то что скажем 30 год там фрс наоборот слишком поздно начала повышать ставки когда уже все валилось они вдруг начали ставки у нас там все там валится то есть грубо говоря там помните ту речь бернанке о том что в общем то он сказал что это мы сотворили великую депрессию да там когда он говорил именно про фрс да про действия фрс как раз в период великой депрессии чем начале и то есть рождение но если смотреть там дальше то это опять же дала просто регулирование там институционального и так далее то есть все это в общем то тоже в данном случае функции центрального банка если говорить последние годы то в общем то те действия которые были там связаны с новацией с куе и так далее да это тоже в общем то такой достаточно мощный был стимул до позволивший скажем на ранней стадии купировать банковский кризис и заметьте да проблема как раз было чего все боялись там криво в седьмом году да что будет там посыпятся банки да и в общем то вот эта вот идея того что не дать ни в коем случае посыпаться банковской системы это тоже в общем то уроки там тоже самое великой депрессии да и там предыдущих периодов да когда в общем то были делали правильные неправильные решения если говорить о решении да которые после кризиса мы наблюдали да а начале программ коллег смягчения это все-таки решение в комнате революционное ведь раньше подобных механизмов федрезерв не предпринимал олег если я правильно почитал тут матчасть то на самом деле как бы к количеству смягчения федеральный резерв прибегал где-то в начале 90-х годов так что как бы я не могу сказать что то из того что как бы я там володь были примеры да раньше если не ошибаюсь во время великой тиву фу второй мировой войны для нас великой отечественной и второй мировой там тоже по-моему были какие-то интервенции опять же даст связано интервенции ты все-таки на масштабе имеется ввиду то что действительно там правительство приходилось очень много занимает да и в общем-то финансовых не мог это все поглотить и кстати говоря там разворот как же сворачивание куе тоже уже было опять же после второй мировой войны примеры были все-таки да я посмотрел просто я посмотрел было 90-х годов в 90 в начале или середине 90 хорошо в начале 1990 года когда был кризис сберегательных банков сша вот тогда вроде бы федеральный резерв прибегал к количеству смягчению но к сожалению мы в то время еще или другой стране ты наверное а к сожалению почему потому что мы об этом узнали поздно что ли или нас это вы знаете я думаю что наверное если мы знали интересовались как как вели себя финансовые рынки там вот во время там как бы мексиканско-бразильского кризиса назывался там текила кризис там вот как или себя рынке вот во время там кризиса как бы сберегательных банков наверное вот может быть мы там не сделали ошибок ошибок скажем в 98 году была возможность не сделать ошибок в 98 году избежать их наверно было невозможно но я в 98 году мне кажется ничего было не избежать там в общем-то вошел не со стороны с каком бы кризис был проблем не российской конечно по части российской до часть там каково и так далее да но в общем то то что увозим сейчас еще раз привелся новости послушаем потом продолжим итак продолжаем эфир сухой остаток на финам fm тема сегодняшней программы сегодняшнего эфира приближающий юбилей столетия центрального банка соединенных штатов америки федеральной резервной системы вот мы и обсуждаем собственно что дала эта самая система американцам и всему миру ну и нам в том числе напомню да владимир брагин директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющий компанией альфа капитал и олег тяжельников директор департамент управления ресурсами инвестор банка сегодня в студии сухого остатка телефон студии 65 10 99 и 6 код москвы 495 сайт компании финам .фм уважаемые слушатели если у вас есть по этому поводу какие-то мысли можете позвонить нам написать ими поделиться ну или задать вопрос моим сегодняшним гостям так ладно давайте тогда мы к действительности ближе к текущей ситуации в общем кризис 98 года 2008 года мы вспомнили и говорим о том что модель который ну во первых она не оригинальна да олег нашелся покопался покопался вот части нашел да чтобы примеры уже были может быть не такого масштаба все-таки наверно конечно но если говорить кстати по поводу количественных смягчениях да в общем то не надо забывать что российский центральный банк он в общем то здесь был скажем даже немножко более новатором более тем самым это в какой момент после беззалоговые кредит офисы да без обеспечения кредит без обеспечения то что по вашему но в общем то по сути дела это тот же самое куе да но в общем то по сути дела деньги печатались выдавались в нашем банке просто немножко другом формате на которой мы покупали резервную валюту на которой покупали резервную валюту и так это козла лютым куда вкладывали в американскую экономику путем покупки да нормально вот она собственно говоря то вот возвращаясь к вопросу о том что дало миру что у американцам и что дало миру то есть миру дала средства сбережения вот американцам все плюсы и минус плюсы я считаю больше плюсов от того что как бы не все это центр печат резервную валюту Ведь надо же понимать, что львиная доля этой валюты, за которой что-то приобретается страной, никогда в страну не вернутся. А если даже вернется, то в виде международных резервов, нацбанков, которые опять-таки не предназначены для траты. Да, никакой покупательной способности, по сути, не имеют. Нет, ну как? Нет, они имеют, но на самом деле попытки что-либо купить, землицу, как я говорил, за океаном, на самом деле это вызывает небольшое противодействие. У кого? Если я правильно понимаю историю с покупкой дубайским госфондом, по-моему, морского порта где-то, на Атлантическом побережье, то это сделать не удалось. То есть Конгресс не одобрил. Я говорю, вот это плюсы резервной валюты, то есть эта валюта, которую обрел остальной мир в качестве средства сбережения, там либо национальных резервов, она потрачена в стране, может быть, не будет никогда. С учетом инфляции и всего остального, в общем-то, со временем мы обесценимся немножечко. Безусловно. Продолжая, да, политики. Да. Количество смягчений. Вот, собственно говоря, здесь, опять же, да, вот такие вот механизмы новаторские, да, связанные с тем, что, в общем-то, если мы посмотрим на там значение мультипликаторов, да, денежных в США, то там очень забавно, да, то есть они очень резко обвалились после кризиса и продолжают там снижаться. Что, собственно говоря, просто компенсируется вот этим вот Куе. Вообще, конечно, очень интересно, да, то есть вот в свое время, ну, то есть если говорить о предыдущих эпизодах, там, Куе, да, которые были там, ну, в меньших масштабах, здесь назывались по-другому там и так далее, но такого масштаба и такой длительности еще, конечно, не было, да, тем более при таких низких ставках, фактически нулевых. То есть вообще, если говорить о том, там, значит, по бы инструментарии ФРС, да, ну, вообще центральных банков, то Куе, конечно, такое, как встал в разряд новых таких рядовых инструментов уже, соответственно, совсем недавно. То есть если там лет пять назад о нем там и помыслить, ну, не пять, ладно, шесть, семь, да. Ну, до кризиса. До кризиса, да, там, о нем как-то было немыслимо, да, там, да, и первое там печатание денег воспринималось там как так, да, там, сейчас это воспринимается уже как насморк, да, ну, да, напечатали еще, да, ну, может быть, напечатаем еще. И мне кажется, что вот сейчас ФРС как раз, ну, вообще, в принципе, центральные банки в целом будут проходить как раз-таки очень сильные испытания, да, в честь того, как же выходить из этого ситуации. Да. Да, потому что вот простой пример, да, чисто такое рыночное наблюдение, да, с точки зрения, там, американских данных. Вот если смотреть, как реагировали на американские и на европейские данные рынки, да, реагировали абсолютно по-разному. Хорошие данные по США вниз, хорошие, плохие данные вверх. В Европе все наоборот. Да, там, хорошие, да, ну, нормальная экономика. То есть формально и там, и там идет программа количества смягчения, да? Ну, не совсем так. Просто в Европе там центральный банк более пассивный, скажем так, да, то есть он до недавнего времени ставки даже держал чуть выше, чем ФРС. Да, недавно в два раза порезал, хотя с половинки до четвертого, ну, ладно. Проблема-то как раз в том, что все очень сейчас зациклены на, вот как раз эта вот вещь стала самосбывающимся ожиданием. И как вот, собственно говоря, ФРС выйти из этой ситуации, перейти в такой более классической модель, да, когда решения должны были быть неожиданными, да, для того, чтобы влиять на... Это классическое, да? Да, 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 то есть когда, знаете, там это было ожидаемое, неожидаемое решение и так далее. Сейчас ФРС перешел к тому, что он полностью прозрачен, да, и как бы неожиданных решений, как бы их и нет. Более того, да, заявлена некая новая попытка установить взаимоотношения с рынком, да, вербально имеется в виду, да, вот этот коммуникативный составляющий. Я думаю, что эта проблема как раз в том, что, наверное, действительно, там ФРС сейчас экспериментирует с той точки зрения, что когда решения правильные для рынка, они должны быть неожиданными, когда решения тяжелые, они должны быть ожидаемыми, чтобы уже как бы хавалось легче. То есть о них надо сообщить заранее. Я думаю, что вот этот прозрачный, это как раз такое, значит, в преддверии того, что скоро увидим обратный процесс, вот, ну, потому что реально там сверхнизкие ставки, как показывает тот же самый Японий, да, в общем-то, это не залог, там, просто экономики, наоборот, да, когда у вас низкие ставки, у вас низкая... Ну, может быть, не совсем корректно сравнивать штат с Японией все-таки, да, это... Ну, с точки зрения, наверное, да, там есть... Сильно отличающиеся. Есть моменты, да, в том числе демография, в том числе, там, и уровень, там, опять же, ориентация на экспорт и так далее, но здесь, мне кажется, ключевой другой момент, да, сверхнизкие ставки, это плохо, долгосрочно, это плохо. Плохо именно для экономики. Для экономики, да, почему, потому что при низких ставках у вас низкая требуемая отдача от инвестиций. Низкая требуемая отдача инвестиций, это означает, что эффективность их инвестиций, да, их там, способность генерить, там, продукт, да, там, который, соответственно, увеличивает ВВП, она становится ниже. Да, то есть, грубо говоря, ставки, это, скорее, вопрос распределения этих доходов, инвестиций, проект между банками, там, и так далее. Если, грубо говоря, в таком ключе, то, вот, чем раньше уйдут от низких ставок, тем, на самом деле, лучше для долгосрочного роста. То есть, краткосрочные ставки, это хорошо для краткосрочного роста, то есть, мы избегаем просадок мощно, но долгосрочный рост мы проедаем, тем самым. Вот, и мне это очень любопытно, то есть, я предполагал, что быстро это не будет, да, и, судя по всему, это еще годик, так, полтора-два продлится. Ну, вот, кстати, да, об ожиданиях, Олег, на ваш взгляд, да, когда все-таки Федорезерв приступит к сворачиванию этой политики. Ну, и надо, наверное, напомнить, что, по сути, сворачивание КУЕ, это еще не изменение монетарной политики, потому что... Очень хороший момент. На самом деле, я так сейчас вот обратил внимание, боже мой, сколько же мы, как бы, вот, таких новых идиом обрели. От Федорезерва. От Федорезерва, да. Вот, видите. КУЕ, кванта-дефизинг, там, вот, там, не знаю, там, вот, то, что мы коснулись, тэппинг, значит, теперь, там, data-dependent есть, как бы, вот, текущая ситуация, когда мы в ожидании, как бы, тэппинга, вот, там, как бы, все внимание, там, как бы, экономической статистики, что тоже польза есть. То есть, вот, влияние Федерального резерва, то есть, весь мир, наверное, теперь знает, вот, что является собой. Совершенно, по-моему, в этой студии даже звучала от кого-то фраза, что даже, а, вспомнил, да, от вашего коллеги, что даже бабушка в какой-то глухой деревне вынуждена следить за решением Федерального резерва, за словами господина Мирнов. Ну, это ли, вот, собственно, к тематике нашего сегодняшнего разговора, этого векового юбилея. Вот, теперь, что касается, как бы, текущих ожиданий, вот, ну, да, безусловно, как бы, вот, само... Ну, во-первых, я тоже хотел обратить внимание, что снижение, как бы, там, вот, такого экстра, вот, стимулирования, конечно, не означает, как бы, начало фазы ужесточения. Вот, там, уж когда начнется, как бы, там, рост ставок, это вопрос, как бы, там, не менее сложный, говорю. Пока что мы говорим просто о сокращении, о выходе из, вот, из ЗИРПа, там, ЗИРП, ЗИРП, Рейст Полиси, то есть, я сокращение, как бы, там, вот, денежных инъекций. То есть, ну, на наш взгляд, как бы, наверное, как, собственно говоря, дело, как бы, до, там, до первого хайка, вот, дойдет, ну, все-таки, наверное, ближе к пятнадцатому году. Ну, а все остальное, то есть, пока, собственно говоря, мы паникуем, как бы, только из-за того, вот, на какую, на какую величину, как бы, там, прекратится скупка, вот, МБА, как бы, и ЮЭС Трежерис. Это уже вызывает панику во всем мире, это тоже к разговору о том, вот, что, как бы, принес миру федеральный резерв. Совершенно верно, да. Завязал всех на себя, называется. Ну, опять, возвращаясь к этому, вот, хорошо или плохо? Причем, хорошо для штатов, прежде всего, да, или для остального мира? Хорошо или плохо? Ну, понимаете, вопрос тут такой, знаешь, философский. Нет, на самом деле, здесь вопрос, скажем так, институциональный ловушь, как бы это назвать-то лучше? Ну, просто смотрите, давайте, вот, попробуем представить, да, если бы, например, ФРС не было бы последние, там, лет пятьдесят. Вот, что бы... Ну, подожди, ФРС вот в том его виде не было? Центральный банк какой-нибудь был бы там? Я имею в виду, что в США не было бы центрального банка. А, даже так? Ну, просто, да, когда-то не было центральных банков. Да, нормальность банков с системой существовала, правда, там, кризисы были, там, раз, сколько-то лет. Угу. Ну, то есть, почаще были? Почаще, да. И вот тут, ну, как так вот подумать, да, что бы было бы, если бы, например, скажем, регулирование, там, ставок, всего остального, там, ну, его не было бы просто, да, то есть, все бы происходило, там, как-то через частные банки и там. Угу. Ну, вот, честно говоря, я думаю, что здесь вопрос как раз возникнет именно, вот, по мере усложнения как раз системы, да, то есть здесь вот, я думаю, что кризисы были бы несколько чаще, да, и несколько масштабнее. Угу. Да, по той простой причине, что, если мы вспомним, там, то, что до Великой депрессии, опять же, да, США, возвращаясь к этой теме, такие понятия, как депрессия в экономике, да, там, кризис, так далее, они не считались вообще нормальными, да, ну, там, грубо говоря, раз в 10 лет, там, паника, там, все там это самое, так далее. Просто, как бы, это все проходило так, как-то спокойно, да, гладко, и, как бы, ну, просто в эту, там, финансовую систему не было вовлечено так много людей, да, то есть, когда мы, там, получили, там, крах, там, в, каком, 29-м или 31-м году уже, когда, собственно говоря, было очень много частных инвестиций пропало и так далее, получилось так, что вся эта финансовая система, где уже завязано много частных денег, да, много, там, денег, там, отдельных граждан, да, она требует уже, как бы, несколько большего, там, надзора и вмешательства, да, то есть, там, как скажут, магнитуда кризиса, она, кажется, уже гораздо выше, чем была до этого. Поэтому, конечно, и, опять же, да, когда система стала глобальной, да, то магнитуда возможного кризиса, она стала еще больше, да, а когда еще, там, с учетом, там, возникновения, там, скажем так, развития цифровых технологий, передачи данных и всего остального, скорость процессов также резко-резко увеличилась, да, то есть, я, честно говоря, вот, если говорить, там, о, там, функциях за последние, там, 100 лет, да, прошу, почти 50 лет, и, там, того, куда это будет развиваться дальше, то мне, честно говоря, увидится, что то, что сейчас происходит в ФРС, фактически, ну, как раз так, все вынуждены следить за одним мегарегулятором, да, то, наверное, все-таки все идет к тому, что будет какой-то один мировой, может быть, даже мегарегулятор, ну, потому что реально, там, скажем... — Ну, то есть, через какое-то время мы не увидим, или, может быть, функции, да, центральные банки, суверенные государства, потеряют свои функции, да, они будут частью... — Ну, я думаю, что, конечно, функции они не потеряют, но, по крайней мере, то есть... — Ну, часть функций каких-то, может быть, стратегии... — То есть, какие-то функции координации, по крайней мере, да, то есть, помню, что в Кризис такие, как раз, первые признаки этого появлялись, да, когда банки начали проводить какие-то координированную политику, да, там, сейчас, — Кстати, я подумал, вот, некорректно сейчас, с этой точки зрения, как раз, Европу рассмотреть, там, все-таки есть ЕЦБ, там, есть Центральный банк, да, каждого государства... — Ну, они, по-моему, не ведут свою политику, там, особенно, то есть, фактически, все равно все завязано на ЕЦБ, на мой взгляд. — Ну, вот, в этом смысле, может, через какое-то время, да, Федрезерв именно так контролировать, я не знаю, там... — Всех-всех. — Всех-всех, 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 как ты думаешь? — Ну, я думаю, что пока нет, это, скорее, такой больше, скажем, скорее, будет вопрос Центра влияния, да, то есть, постепенно, все-таки, с вами такого вот именно, усложнение финансовой системы, да, и, скажем так, и глобализация. — Ну, Олег, вот, Федрезерв, он Центр влияния сейчас, мирового влияния именно. — Безусловно. — Конечно, конечно. Просто, видимо, влияние-то, да, оно разными путями, может быть, и в том числе через средства массовой информации, там, через манипуляцию сознания, через статистику, через рейтинги агентства. — То есть, сознанием бабушки в деревне. — В том числе. Ладно, еще раз прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, продолжим эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня, в преддверии юбилея Центрального банка Соединенных Штатов Америки, обсуждаем тему, что же дала Федеральная Зеленская Система непосредственно американцам и всему миру. В гостях Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией «Альфа Капитал» и Олег Тяжельников, директор Департамента управления ресурсами «Инвестторгбанка». Телефон 165-10-99-6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, вернемся к нашему разговору. Хотя, вот давайте я хотел бы пару слов хотя бы на эту тему от вас услышать. В преддверии юбилея мы уже проанонсировали, в преддверии смены главы Федрезерва, как известно, господин Бернан, который сейчас возглавляет Центральный банк, свои полномочия складывает в конце января следующего года. Уже банковский комитет, как минимум, одобрил следующую кандидатуру, госпожу Елен, она считается приверженцей этой же мягкой денежно-кредитной политики. Опять-таки, события осени до этого года, когда еще был выбор, господин Саммерс в этом списке тоже был, но ретировался. Так вот, вопрос в чем? Зависит ли политика Федеральной резидентной системы, Центрального банка от личности, от главы этой самой структуры? Или все-таки это лишь номинально? Практически марксистская роль личности в истории. Роль личности, да, давайте, хорошо, давайте, вспомним незыбливых классиков марксизма и ленизма. Ну, безусловно, как бы, вот, конкретно этот пример, как бы, Елена, как она, Елена или Елен? Елен, ну так ее, по крайней мере, называют, да. Елен, Елен, вот, относится к числу голубей, вот, и, собственно говоря, наверное, там для нас, как бы, для Imagine Markets, которые, собственно, являются, может быть, там главными пострадавшими из-за, вот, ожиданий, как бы, тэпперинга, наверное, как бы, более, как бы, там, продленный период, как бы, там, сворачивания денежного стимулирования, вот, с которым ассоциируется, как бы, кандидатура, как бы, нового номинанта, вот, конечно, для нас это, там, более, более, более удобный вариант, более мягкий, вот, позволит, как бы, там, перестроиться, потому что, на самом деле, я вот, возвращаясь, как бы, там, немножко в прошлое, вот, а даже, может, не немножко, почти лет на 10, вспоминая аналогичную фазу в 2004 году, вот, именно переход, как бы, от изинга к тайтингу, вот, сам по себе, как бы, вот... Олег, если можно по-русски это перевести для наших слушателей. Вот, от мягкой политики уже к ужесточению, ну, это, говорю, это не наш случай, у нас пока, как бы, сокращение, смягчение. Смягчение, да, то есть еще... Да, да, ужесточение еще далеко, да, да, вторая производная, правильно, вот. То, собственно говоря, как бы, он, как бы, принес, как бы, это привез, как бы, там, нешуточную волатильность, как бы, там, на финансовые рынки, как бы, и imagined markets пострадали, как бы, наиболее щитимы, поэтому мы там главные, сейчас, как бы, там, одни из главных пострадавших, пострадавших, вот, от ожиданий тэппинга, поэтому, как бы... Ну, то есть, развивающиеся рынки, они... Нам больно, и нам, и... Они смотрят, да, с надеждой именно на кандидатуру, ну, сейчас с надеждой, потому что она занимает мягкую политику. Ну, я, тем не менее, вопрос на другом, Володь, зависит от личности что-то, от конкретной фамилии? Ну, слушайте, конечно, зависит, ну, просто, смотрите, когда пришел Бернанке, да, и началась вся эта проблема, ну, то есть, когда, действительно, ну, то есть, грубо говоря, начали думать, как же он будет реагировать, там, это самое, и когда он начал, там, собственно, говорить, оказалось, в общем-то, ну, тогда все и узнали, собственно, что, оказывается, был академий, ну, то есть, называется. Его, как, скажем так, профессиональным интересом, да, как исследователя, была как раз Великая Депрессия, да, и он, собственно говоря, придя в ФРЭК, сделал все, да, чтобы не повторить тех ошибок. Ну, то есть, собственно говоря, если бы пришел кто-то другой... Вот я об этом говорю, да, если бы в этот момент оказался, да, у руля кто-то другой, то есть, может, могло быть иначе. Сидели бы в другой студии. Да, могли бы немножко все по-другому найти. Не, ну, я думаю, что в части, скажем так, принятия таких решений, как, там, количество мягчений и так далее, ну, раз уж ВРС раньше к этому приходил, я думаю, пришли бы все равно, да, но, опять же, не так агрессивно, не так быстро и так далее. Методом проф и ошибок опять. Да, то есть, надо понимать, да, что, в общем-то, с точки зрения, там, решительности, да, там, и скорости мер, в общем-то, это очень важный, важный аспект, у меня как раз кандидатура. То есть, в части, вот, как раз, собственно, меня немножко смущает именно новая кандидатура, да, потому что, если посмотреть, то те заявления, по крайней мере, ну, видимо, может быть, пока еще первые заявления, для них, наверное, рановато судить. Робкие еще, да, робкие заявления. Да, как-то она робковатая как-то, вот она, не знаете, у меня вот нет пока ощущения ее конкретной позиции. Она дама все-таки, простите. Еще бы хотела, вот, мы касались этой темы, вот, как мне кажется, как бы, мир пока не готов, как бы, к неожиданным действиям в стороне Федерального резерва. Если я правильно понимаю, новая кандидатура, как бы, нового руководителя, она как раз предполагает, как бы, там, больше коммуникации с рынком, как бы, и... Ну, они, по крайней мере, это заявляют. Но, тем не менее, заговорили о неожиданных сворачиваниях тоже ожидаем. Слушайте, рынок никогда не готов к неожиданным изменениям, мы никогда не будем готовы. Тем более, хуже рынок, ты уже предупреждаешь, ребят, может быть, вот так, а может быть, вот это. Я прошу прощения, у нас есть звонок, не будем томить слушателя. Вадим, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вашим костям будет два вопроса. Первый. Правомерно ли считать общий долг США в виде 13, прошу прощения, триллионов долларов, если внутренний долг у них порядка где-то около 60% от этой суммы? Вот, это первый вопрос. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, если верить аналитикам финансовым, то идут мощные вбросы со стороны, значит, американцев, долларов в мировую экономику. Почему не наступает инфляция доллара? Спасибо. Замечательно. По поводу инфляции обязательно надо было. Да, ну, можно там первый ответ или там как-то. Смотрите, по поводу внешнего и внутреннего долга США. Вадим, спасибо за звонок. Да, спасибо за звонок. Хороший вопрос. У США нет внешнего долга. Вот так. Смотрите, у США весь долг в чем? В американской, в национальной валюте. В национальной валюте. У них нет валютного риска. Это формально, это внутренний долг, как я считаю. То есть, для, например, России, у России есть внешний долг, который, там, это облигация, обязательно опущенная в иностранной валюте, который, в общем-то, страна не может, там, погасить, напечатав, тупо, там, не знаю. Рублей. Рублей. Менять на доллары, да. США, в принципе, могут погасить весь свой долг, взяв зеленую краску и бумагу. Но я утрирую, да? Я понял тебя. То есть, условно говоря, вот это как раз такой очень важный момент, да, потому что, там, скажем, это, собственно, проблема, например, для многих стран еврозоны, да, например, скажем, взять ту же самую Грецию, да, там, собственно, ну, которые с долгами проблемы. Проблема этих стран в том, что у них весь долг внешний. Несмотря на то, что у них валюта национальная евро, да, но у них и долг в евро, да, но так как они не имеют контроля над денежным предложением самостоятельно, мы получаем, что эта валюта для них как бы внешний, и, соответственно, у них весь долг внешний. У них просто нет национальной валюты. Они, как бы, это самое. Случайно, когда мы Грецию, да, обсуждали горячо, звучало именно такое радикально, да, ребята, выходите из зоны, делите опять драхму свою и все проблемы выше. Именно так. Да, поэтому, собственно говоря, говорить о том, что, ну, вот, то, что, говорить о, там, делить внешний и внутренний долг, США, это несколько искусственное понятие. Да, то есть, да, понятно, можно оценить, сколько находится в резервах, там, в национальных фондах и так далее. Но нужно понимать, да, что это все доллары. Да, это не какие-то, не евро, да, по которым США нужно будет отвечать, да, если, там, вдруг что-то произойдет с долларом, да. Это фактически, как бы, и заемщик берет риск на себя страновой. То есть, правительство США, там, или компания, и риски других стран, по сути дела, на себя не берут. Я понял, я понял. Олег. Я бы попробовал бы ответить, или, точнее, сделать несколько, как бы, комментариев по поводу первого вопроса. 17 триллионов долги. Во-первых, я бы все-таки вычел, как бы, из этой суммы долг, который находится на балансе Федерального резерва. Там, там, это около двух триллионов долларов. Вот, так что, наверное, речь, правильно вести речь, как бы, о 15, там, триллионах. Вот, это первый момент. Ага. Следующий, очень важный момент, на самом деле, проблема долга, это, прежде всего, проблема рефинансирования, как бы, и платежей. Вот, по его обслуживанию, там, и в том, и в другом, как бы, случае... То есть, если, ну, не важно, да, сколько ты должен, главное, чтобы ты имел возможность рефинансировать его, и у тебя были ресурсы для... К счастью, как бы, ни то, ни другое, как бы, там, пока что не является проблемой для... Для штатов. Для штатов. Поэтому, ничего страшного, на мой взгляд. Я понял. Но, тем не менее, как бы, там, определенный, как бы, разум, и, вот, и, вот, наверное, умеренность, как бы, не помешает. Ну, кстати, по поводу умеренности и разума, мы, вот, в ближайшее время, опять, да, будем видеть этот спектакль... Следить за спектаклем по поводу потолка долга, по поводу, да? Ну, да, да, да. Бюджетных правил. По поводу инфляции, смотрите, на инфляцию влияет, ведь, не сама денежная масса, да, так называемая, не денежная база, да, там, которая, там, кэш, да, а денежная масса, то есть, это кредитная экспансия. То есть, банк, получая деньги, выдает кредит, эти кредиты, сейчас новый кредит, так далее, это называется денежный мультипликатор. То есть, денежное предложение, оно всегда гораздо больше, чем денежная база. Вот этот мультипликатор, он за последние 10 лет очень сильно снизился в США, да, то есть, грубо говоря, фактически, чем занималась ФРС через КУЕ, печатая деньги, оно компенсировало снижение денежного предложения за счет мультипликатора расширением базы. Вот, если посмотреть на графику, в общем-то, там отсюда все ясно. Поэтому инфляция, это все-таки желаемая вещь, да, но у них даже не получается ее разогнать. Да, именно желаемая, да. Спасибо огромное, видите, разговорились мы к финалу эфира, я вынужден прощаться. Владимир Брагин, Олейка Тяжельников, сегодня в студии Сухого Остатка, мы обсуждали предстоящий юбилей Федрезер, с праздником, всем спасибо за внимание. Продолжение следует...